Всех приветствую на своём канале. С вами Лёля и всеми любимый красный ковёр. Ловите момент. Особенно те, кто его очень любил писать. У меня тут одна мадам написала в каментах. Сначала написала, потом камент удалила. Типа, кто-то нам написал что-то по типу видос о дружбе, что я колоритная лидность. Как-то так. И кто-то, вот одна мадам написала, значит, камент такой, особенно колоритный ковёр или как-то так. Потом удалила каменту, написала, ой, запиши, Лёля, видос. Ну, таким типом, будто она там офигеть моя понотка и охренеть, как интересно. Попобольная такая на типу, почему, типа, ну, каких-то своих заморочек насчёт моей личной жизни, которые она, скажем так, спроецировала на меня. Ну, так вот. Я так подумала, почему бы не записать видос на фоне ковра. К тому же я купила, наконец-то, три совершенно новых лампочки. Забыла, как их там тоже долгоиграющие. Есть такие витые, а есть такие не очень витые. В общем, точнее, совсем не витые. И они у меня жили 4 года. Очень яркие, значит, они на 60 этих самых ват, якобы. Ну, приравниваются к тем самым ватам, которые на 60 были бы. Так они, на самом деле, по-моему, на 7 ват. И, в общем, так, я тут где-то половину недели была такая помирающая, практически ничего не ела. Пила водичку, сладкий, крепкий чёрный чайчик, иногда компотик из сухофруктов. И тут вдруг это подумала, почему бы... Ну, да, я тогда ещё купила что-то себе поесть, но так как у меня сил не было писать этот видос, то я подумала, почему бы не написать этот видос потом, потому что я периодически всё равно покупаю что-то в каких-нибудь таких сетевых магазинах. А я, как поняла, это у меня, по крайней мере, чисто даже по просмотрам. И по мнению одной подписчицы, которая, кстати, ко мне приезжала, Иры, как мы поняли, как я поняла с её слов, это типа как бы любят смотреть. В общем, видос будет посвящён моим покупкам продуктов, еды практически, по-моему, там одна вообще конкретно такая еда, в магазине Магнит. Ну, пакет совершенно не магнитный, я в нём на работу таскаю маленькую такую чехольчик с японскими книжками, тетрадками, с самопальной тетрадкой из словаря рукописного, и ещё типа еду. В общем, вот такой пакет у меня. И первое, что я достаю. Это у нас, да, половина продуктов, или часть продуктов, там, короче, было по скидке, я что-то так купила. Вообще у меня вышло, по-моему, в 310 с копейками, это всё. То у нас сейчас будет реклама ярославскому творогу. Яр, мол, прод, тут такой вот мишка, слушайте, я только сейчас заметила, мишка на фоне, значит, такого треугольничка в голубого, красного и синего, но почему-то мишка мне напоминает не совсем такую съедобную штуку. Какой-то сайт как-то так, это, стилизовал свою букву, что на тефоритнике в своё время обсуждали, что там мало того, что информация такая вот, так теперь ещё и дизайн такой же. Короче, вообще мне нравится, в общем, продукция, это Ярмолпрод. Это у нас творог, обезжиренный, масса нет, по 200 грамм. Был он что-то по скидке, я не знаю вообще, сколько он стоит, стоил он мне обошёлся в 40 рублей с копейками, годен он до 17 этого самого, и сделан он 8 декабря. Вот такой вот творожок, я подумала, что у меня пропадает сметана, потому что я ж не думала, что заболею на несколько деньков и есть не буду, совсем ничего есть не буду, совсем-совсем ничего не буду есть. И у меня сметана, как бы у неё скоро срок годности подходит, а там полторы такие баночки, в общем, я думаю, надо какую-нибудь из этих сметан заделать вместе с творогом, положить какого-нибудь варенька и захомячить. В общем, вот такой вот творожок. Для кое-что у нас тут такое нарисовано? Вот мне кажется, что-то напоминает такую вот эту фигурку витую. Ладно. Ну вообще, кстати, ярославское оно или рыбинское, что-то я всё время забываю. Яр-яр. Где мы взяла-то у нас? Кстати, тут молоко и закваска. Молоко это самое обезжиренное. Энергическая-энергетическая ценность у нас тут. Что-то вообще. Только какие-то килоджори. А, вот, 100 калорий на 100 грамм. Гиетический, короче, творог. Где сделан-то у нас? Где-то сделан творог. А, вот в Ярике всё-таки это сделан. Это город Ярославль. Потому что есть ещё какая-то такая молочка рыбинская. Я их всё время путаю. Яр, мол, проды и ещё что-то там рыбинское. Вот такой творог. Так, ещё я купила себе, ну, вообще, она у меня рядом так лежит, соседство хорошее. Селёдка и творог, да? В общем, сельдь. Сельдь капитан, ароматная. Филе кусочки в масле. Масла нет. 180 грамм. Что-то она 66 рублей стоила, может, больше, не помню. 20 ноября она сварганинная. 60 суток у неё срок годности. Это я ещё там прочитала в магазине. И я люблю селёдку с подсолнечным маслом. Есть там всякие другие. Вот с рапсовым, оно уже как-то не то. А есть ещё масло какое-то непонятное. Ну, оно не подписано. Масло и масло растительное. Я фиг знает. И, как уже некоторые, уже многие, наверное, думают, знают, что у меня на всякие ешки и пальмы и тому подобное идёт такая странная реакция. У меня как бы аллергия такая. На тушке идёт на несколько часов. Ну, обычно часов на 6-12. Иногда на сутки. Но она как бы, скажем так, тело начинает, кожу тела начинает чешаться. Хочется её почесать. Хоть мне там и говорят в камендах некоторые, ну, просто вообще люди пишут, разные люди пишут, что значит Е, это значит, это совершенно не химия, Е, это натурально, не хрена подобное. Было бы оно натурально, у меня бы ничего не чесалось. В общем, у нас в составе филе сельди, масло подсолнечное, соль, овощи сушёные, паприка, петрушка, чеснок, ну и консервант бензинат натрия. Ещё ладно, фиг с ним можно прожить с этим консервантом, хотя масло подсолнечное само по себе уже это консервант. Консервирует. Натуральный консервант. В общем, вот такая вот штука. Я сегодня сварю картошечки, а может быть завтра, и захомячу немножко. Вообще, по идее, можно бы и винегритик сварбать. Так, у меня тут хлебушек. Он немножко промёрз, рядом с ним были блины, которые я покажу. Короче, тут хлебушек у нас. Трусовский хлеб, круглый пшеничный, второй сорт, 10-го числа сделанный, то бишь сегодня, в 3 часа ночи, видимо. Мука пшеничная, хлебопекарская, второй сорт, первый сорт, вода, соль, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарские, прессованные. Самое прикольное, что она стоит всего лишь 22 рубля. Я её как-то купила, вообще не помнила, сколько она стоит. Думала, рублей 40, там 50, 60, не знаю, она стоит 22 рубля. Тут у нас веса в ней, где тут, 600 грамм. Я помню, мне этой булочки хватило на 2 недели. Правда, я по совету родни стала убирать хлеб в холодильник, потому что раньше-то я летом что-то из них всё сухарики варганила, то, что не успевала съедать. А бывало у меня так, что не успевала даже сделать сухарики, поэтому убирала в холодильник. Ну, в общем, вот такая булочка, она мне нравится, вкусненькая. Я вообще хотела что-нибудь беленького, а потом хотела что-нибудь серенького, ну, или такого чёрненького, типа хлебушка там зернового. Потом подумала, что мне больше хочется беленького, и если я увижу что-нибудь такое, то лучше уж такое что-нибудь, потому что если я куплю ещё и хлеб какой-нибудь зерновой, то у меня точно оба коньки откинуть раньше времени. Я помню того, сейчас хотела просто выразить свою эту сленговую словечко, так как у меня периодически там в каментах некоторые подпрыгивают, и так как у них попка подгорает, нижние полушария мозга, то я немножко пугаюсь, как мне делать обзор моих сленговых словечек, потому что, допустим, ну, такая фраза интернетная, она мне привязалась ещё с тефоритника, принять ислам, если интересно, просто загуглите, ну и, а я переделала в своё время это в исламировать. Так вот, хлебушек у меня бы начал исламировать, если бы было два, я вот думаю, вот именно из-за этого исламировать, как бы меня, как бы мне видос такой записать, чтобы там не пошли гадить в каменты, чтобы у меня это, чё-нибудь там денег не было плохо, видео или каналу, потому что у меня на канале такой смайлик, в районе, где там заходите в личке этих самых аккаунтов, у каждого там должно где-то быть, наверное, ну, по крайней мере, если вы снимаете видео, у вас там где-то должно быть репутация, так вот у меня там смайликовая репутация, то бишь хорошая, и поэтому, как бы я её плохой делать не хочу, только из-за того, что кто-то решит, что он неправильно понял и пошёл срать в каменты. Ну да ладно. Видимо, это у меня очень сильно волнует, если я про это говорю в видосе про еду. Это у нас тут Костромской сыр, не знаю, сделан ли он в Костроме, или ещё где-то сыр, фасованный магнитная сеть розничная Костромской. Чё-то он какой-то без скидки, но был 230 рублей, что ли, килограмм. В общем, он у нас сроком до 17 сентября, сделан он у нас 18... А, нет, упакован 18 ноября, и сделан он у нас 27 сентября, тут 346 грамм. И вот, конечно, возможно, там тоже есть какой-нибудь консервант, но его не написали. Тут, значит, постерилизованное молоко, мизофильные молочные микроорганизмы, молокосвёртывающий, фермент, препарат микробного происхождения, соль, уклонитель, хлорид, кальция и хлеб с ним. Так как тут нет нитрата, натрия или как-то моего, то я его в результате выбрала среди другого сыра. А сделан он у нас город Дмитров, то бишь, ни Костромской, ни разу. Ну да ладно, как бы и так. В общем, я тут купила, я как-то их покупала, я не помню, по чём они были, по-моему, я их в ГИПСИ покупала тогда, летом как-то. Блинчики быстро замороженные, значит, у них всё, в принципе, нормально, единственное растительное масло, неизвестно, кто его растил. Опять всё нормально, я как-то покупала уже пару раз, и мне нравились. Я, конечно, понимаю, что я могу сама сделать блинчики, но что-то вот мне захотелось. Они чуть по 20 рублей были, с жару 8 штук, 2 января у них срок годности заканчивается, поэтому, видать, по скитке. Я взяла сразу парочку, и оказалось, что я последний взяла. У меня вот сейчас, у меня там есть супчик, я что-то на рыбу подсела. Вот первую половину недели я не ела, а вторую половину недели у меня это, видимо, началась неделя, и эта неделя началась как-то рыбная. У меня второй или третий день, по-моему, рыбное такое конкретно меню. У меня макароны сегодня на завтрак были, с бычками, вот этими, которые рыбка в томате, и потом вчера они тоже были, эти бычки с кем-то. Суп у меня из этой рыбной, в инстаграме у меня там фотка, вспомню, как я там, тилапия, короче, с ней у меня этот суп. Вообще, я как-то подсела на эту тилапию. В общем, я купила тут печенье Мария, у меня на самом деле есть какое-то печенье юбилейное, там несколько печенья нах лежит, я куда-то их положила, забыла куда. Вообще, у меня бабуся, которую звали Маруся, очень любила печенье Мария, но вот было такое хорошее печенье Мария, а было еще другое, вот это вот другое. Блин, кондитер, по-моему, это вообще написано Любятова. Главное, вот здесь написано Любятова. Раньше, я помню, было такое печенье, вот здесь было написано Мария, но почему-то написано Любятова в упаковке от печенья Мария традиционная, в чем прикол, хз. Ну да ладно, в общем, я его тоже периодически ела, мне нравилось и то, и другое, но бабушка любила исключительно Мария, которая такая большая, круглая была Мария. В общем, вот у меня тут печенье, я не знаю, по чем она купленная, и внизу меня, я тут быстро так, трендычу, кто-нибудь пяхнет, хаментыша, очень быстро трендычу. У меня был знакомый мальчик, он очень быстро говорил, я не знаю, как нас люди понимали, но так как у него было много друзей, я думаю, вы все-таки понимали, и мы с ним когда встречались, мы очень быстро друг с другом говорили, друг с другом понимали, давно это было. Так, Владимирские, это у нас яйца, яйца куриные пищевые столовые, у меня осталась просто одна штука, и я как-то это, думала, что надо, наверное, их уже купить. Влад, зерно, продукт. Не помню, по чем, что-то около 40, но яйца, мне кажется, не в Африке яйца куриные, какая разница, это цена не цена, 25 суток они живут после, ну короче, вообще живут, но иногда они у меня дольше проживают, хотя у меня тут было яйцо, я решила сварить себе, как раз мне было разрешено есть вареные куриные яйца, вообще я решила два сварить на всякий случай, потому что что, два дня вообще не ела с лишним, варю, и так одно взяла, оно потряслось, и я так, я не знаю, может оно испортилось, вообще не знаю, как они их портятся, потому что они вроде как должны вонять, но оно через королупу не воняло, или может в нем кто-то жил уже, потому что я его взяла, яйцо так потрясла, влюб, внезапно так что-то, и смотрю, оно трясется, еще раз потрясла, оно действительно трясется, но в результате оно коньки откинуло, и пришлось его утилизировать, куколь, тут курица на рисунке написано, куколь, а утрясется, в общем, 20, видимо, второй сорт, что ли, хрен знает, 45, 54, 9, десятых грамма, это все вместе, или каждое яйцо по столько, в общем, вот такой у меня обзор был, хавчика, я потом, когда ничего не чула, потому что у меня просто, неделя такая прошла, я болела, и работала, и работала, и болела, даже пришлось со студентом перенести встречу, потом, вот на четверг, ну, короче говоря, вот как-то не до чего было, не до сухов, не до кобелей, не до переводов, и вот у меня как-то, вчера еще пыталась сделать, но как-то не получилось, вот сегодня я хочу добить очередную главу вампира, чтобы как-то вписаться хотя бы, не знаю, в график, не график, ну, чтобы хоть что-то полезное на этой неделе сделать, а видосы когда-нибудь я там еще засниму, те три пустые баночки, которые я хотела отдельно записать, я что-то решила их не записывать, думаю, потом подкину к другим баночкам пустым, будут конечные декабрьские пустые баночки, в общем, всем спасибо за просмотр, и пока!